Часто, порой, друзья мои, у нас очень есть много вопросов к жизни, и жизнь наша с вами, она, мне кажется, чем ближе к концу приходит на земле жизнь, этих вопросов появляется еще больше, и ответов на них меньше. Иногда мы думаем, что у нас есть ответы на вопросы. Вопросы. Поверхностно может казаться, что да, я сегодня хотел бы несколько вопросов сказать или обозначить, и просто, чтобы мы подумали. Вопрос, который имеет в себе одно слово – why или почему. И часто мы этот вопрос Богу задаем, может быть, даже не произнося вслух, но внутри наша душа все равно этот Богу вопрос задает. И особенно тогда, когда у нас нет с вами, ну, никакого смысла в том, что происходит вокруг. Я прочитаю один текст Священного Писания, немножко мы порассуждаем, надеюсь, что это будет благословение для всех присутствующих. Итак, сегодня тема у нас такая. If God is with us, why? If God with us, why? Троеточие. Если Бог с нами, то почему? Три точки – знак вопросов. Этот вопрос задал один из мужей Божьих. Его имя – Гедеон. Книга Судей, 6 глава, 13 стих. Book of Judges, chapter 6, verse 13. Шестая глава, книга Судей, 13 стих. Предыстория такова. Израильский народ за то, что делал злое пред очами Господними. Писание говорит, предал их Господь в руки маадитян. Семь лет они находились в ужасном унижении. Эти люди вместе с амаликитянами приходили и не только унижали их, они обворовывали их, грабили, воровали. Полностью народ был в унижении. И весьма обнищал Израиль, 6 стих от маадитян. И возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на маадитян, тогда Господь послал пророка к сынам Израилевым. И вот пришел пророк к сынам Израилевым, пришел ангел Господень. И явился ангел Господень Гедеону, в то время, который был судьей в Израиле. И Гедеон говорит ему, «Господин мой», он обращается к ангелу, послушайте слова, «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» Если Господь с нами, то почему постигло нас все это? На страницах Священного Писания мы много можем встречать, и удивительно, что наш Бог, который держит не только судьбы людей, но и судьбу Вселенной всей в своей руке, часто на страницах Священного Писания не отвечает людям на их вопросы. Почему? Буквально несколько текстов я приведу как в пример, когда люди обращались к Богу с этим самым вопросом «Почему?». В 19 главе 7 стихе Иов, обращаясь к Богу, говорит, «И вот я кричу, обида». Другой перевод этого слова «жестокость», и никто не слушает. «Я вопию, и нет суда». Или другой перевод «и нет справедливости». «Праведный человек». «Вот я вопию, и кричу к Богу, и никто не слушает». «Бог не отвечает, он молчит». «Я вопию, и кричу, почему?». «И нет справедливости». Псалмофевец в 43-м Псалме, 24-й стих, обращаясь к Богу, говорит следующие слова. «Восстань!» «Что спишь, Господи?» «Пробудись, не отринь навсегда». Псалм в русской Библии 43-24, в английской 44-й, 24-й стих. «Восстань!» «Awaken, О, Лорд!» То есть пробудись, проснись, Господь. «Ты спишь, Господи?» «Пробудись от сна, пробудись и посмотри, в каком состоянии нахожусь я. Если, другими словами, Ты есть, то почему я прохожу через это сегодня?» Обращается наверняка Давид в этом Псалме. Послушайте, что говорит Экклезиаст. Книга Экклезиаст, 1-я глава, 2-й стих. Много прожил этот человек, проповедник Соломон. Суета, сует, все суета. На английском интересно. Utterly meaningless. Абсолютно все не имеет никакого смысла. Как можно дойти до такого отчаяния человеку, который обладает абсолютно всем, любое желание, которое может свое исполнить? И он приводит, подходит к такому состоянию, когда он говорит, абсолютно все полное бессмыслица в жизни. Удивительно, друзья мои, это цитирует не какой-то, знаете, философ греческий, я не его цитирую, а цитирует то, что говорит Библия. И часто говорят люди, которые являются мужами Божьими. Посмотрите, один из самых великих пророков, пророк Исаия, 45-я глава, 15-й стих. Иссея, 45-я глава, 15-й стих. Иссея, 45-я глава, 15-й стих. Он говорит, истинно ты Бог, который скрываешь себя от меня. You are the one God who is hiding yourself from me. You are the one God who is hiding yourself from me. Иеремия, 14-я глава, 19-й стих. Jeremiah 14, 9. Он Богу задает вопрос и спрашивает его, «Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти?» Или другой перевод. Why you, like a man, surprise, but what happens? Почему как будто ты удивляешься тому, что происходит, как будто для тебя это какой-то сюрприз, что происходит со мной, с нами в этот момент? Почему ты, как человек, как воин, сильный и в то же самое время не имеющий силы спасти меня? Иеремия, Исаия, Давид, Гедеон. Друзья мои, это еще не все. Послушайте, наверное, это вершина отчаяния. Иисус на кресте взывает к своему Отцу и говорит следующие слова. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» «Боже мой, Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» «Боже мой, Боже мой, Боже мой, Вы знаете, когда вы разговариваете с людьми, находясь в очень сложных ситуациях жизни, я просто хотел сказать вам, чтобы мы знали, потому что если даже мы не будем проходить через эти обстоятельства, то обязательно будем встречаться с людьми, которые будут нуждаться в нашей помощи. Большинство людей, когда задают эти вопросы, они не ответа ищут на вопрос. И поэтому Бог на эти вопросы чаще всего людям не отвечает. Вы знаете, что произошло с Иовом, когда к нему пришли друзья его, в его состоянии он находился? Он обращался к ним, обращался к Богу. И знаете, самое лучшее, что делали его друзья, семь дней, пока они держали свой рот закрыт. Это было самое лучшее время. Они просто с ним сидели, смотрели на него и молчали. Но когда они начали говорить определенные слова, знаете, что Иовом сказал им в конце? Жалкие вы утешители. Лучше бы вообще ничего не говорили. Действительно, наша душа, она всегда борется и пытается понять смысл и значение того, что происходит в жизни. Для чего? Почему это происходит? И когда мы не находим ответ, для многих людей это может быть и причиной их отчаяния, порой и депрессии, а порой и самого последнего шага отчаяния, самоубийства. Итак, почему же Бог молчит? Давайте первое мы что скажем, что в подавляющем большинстве своем люди не знают ответ на этот вопрос. Когда к моему другу Игорю, который лежал в считанные дни оставались до его ухода в вечность, рак четвертой степени разъедал его тело, я находился у них в доме, вдруг кто-то постучался, и его жена говорит, пришли люди, которые сказали, что у них есть сила исцеления, они хотят прийти и исцелить Игоря. Я говорю, ну что ты им сказала? ну как я могу быть против, если у них есть дар исцеления исцелить? Знаете, мой дух так возмутился, я думаю, как бы этих людей выгнать сейчас? И с другой стороны, я понимаю, что это не моя территория, я говорю, знаю, что я не хочу и твое состояние, чтобы оно было... Иногда, знаете, просто нужно рот устасу и закрывать, и молчать. Я слушаю этих людей, которые начинают провозглашать, повелевать, запрещать и прочие остальные вещи делать. А я в духе молюсь, слушая это с другой комнаты, и говорю, Господи, хоть бы его вера не поколебалась, хоть бы вера его детей сейчас не поколебалась, когда они тоже слушают это. Хоть бы вера его жены в тебя не поколебалась, потому что сейчас они уйдут, а через несколько дней он умрет. И что будет дальше? В принципе, так оно и случилось. Я думаю, Господи, насколько порой мы, люди, которые даже знаем тебя, берем на себя намного больше, чем ты даешь нам право вообще брать на себя и от твоего имени говорить те вещи, которые мы вообще права не имеем говорить. И когда порой приходят больше всего к нам в жизни разочарования, они приходят нам, знаете, не от врагов наших, а от друзей, которые идут к нам порой с именем Господнем и со словом Его, но которые берут на себя право от Бога говорить то, что Бог не сказал. Почему? Потому что человек пытается найти определенную причину и смотрит на следствие и думает, вот причина должна быть какая-то. И действительно так поступают люди в котором, в мире, в котором мы живем. Помните, Христу пришел человек, который был слепой, и ученики говорят ему, Христу, да, наставник, скажи нам, почему он родился слепым? И помните, у них было только две версии, почему он был слепым. Одна версия, что он согрешил. Он же родился слепым, как, во чреве матери согрелся, что ли? Вторая версия была какая? Ну, родители согрешили. Вы знаете, что, когда мы ищем проблему ответа на вопрос «почему?», мы теряем главный фокус – то, что мы должны в этот момент делать. Фокус этих людей был на причине, которая была, но не на этом слепом человеке, который от рождения был слеп. И часто приходят, они, эти люди, пришли к такому заключению, ну вот, либо одно, либо другое, оно все равно несет последствия своего греха. Да, мы знаем, что люди несут некоторые последствия своих грехов. Друзья мои, но очень много людей, праведных, святых людей, которые сегодня умирают в агонии от своей болезни, раковой или другой болезни, и которые не являются причиной никакого греха в их жизни. Скажите, отчего маленькие дети до школьного возраста умирают от рака сегодня? кто в этом виноват? Почему происходят те или иные вещи, если мы берем на себя ответственность всегда искать следствие и причину? Очень часто мы заходим в тупик. Люди, которые так называемые целители сегодня, они говорят, либо твоя вера плохая, либо у тебя есть грех. то есть, если у тебя есть вера и нету греха, то ты должен быть здоров. Другого варианта нету. И мы заходим с вами в тупик. И мы начинаем искать в себе грех, которого нету. Или говорит, да, моя вера относительно верно маленькая. враг использует это, чтобы через это порой еще больше нанести нам ущерб в жизни. И вы посмотрите, сколько из этих людей, которых я перечитал, это люди, мужьи Божьи, которые обращались к Богу с этими словами Господи. Но почему? Задает вопрос Гидеон. Где все чудеса Твои, Господи, о которых рассказывали отцы наши? Почему Ты оставил нас, Господи? Почему Ты предал нас в руки? В Ветхом Завете нам порой легче увидеть бывают причины, потому что пророки приходили и объясняли, и они давали перспективу, что нужно делать в будущем. Но часто, друзья мои, этого нет. Когда происходит какой-то ураган или цунами или землетрясение, которое уносит десятки тысяч людей, и многие из них, знаете, эта буря не разбирает, ты праведный или неправедный, или ты добрый или недобрый, святой ты или грешный. Абсолютно всех, не так ли? И наша вера в 90-й Псалон порой начинает качаться от того, Господи, ну как же, ты же обещал, что не приключится мне зло, и ты сохранишь и обережешь меня, и ну что же происходит? Одного такого человека, которого лечили и был на определенных препаратах, находился, пришли эти люди, которые убедили его, что он должен быть здоров, и убедили его, чтобы он отказался от медицинских препаратов, чтобы он больше не проходил там систему очищения крови и так далее, и так далее, и через неделю человек скончался. Господи, если ты Эммануил с нами, то почему? Первое, друзья, я хочу, чтобы мы с вами, как люди верующие, знали одну простую истину, наверняка вы знаете. Очень часто Библия и Бог сохраняют молчание на этот вопрос. Библия и Его святые слова обычно отвечают с сомнением. Бог просто молчит. когда Иов начал обращаться к Богу, вы помните его длинная-длинная речь, много глав, он начинал Богу предоставлять все претензии, ну где, ну как, почему, где вот то, что, во что я верил. Удивительно, одна глава проходит, вторая, третья, а Бог молчит, говорит, окей. А потом, что он ему начинает говорить, ну давай я с тобой поговорю. Помните, с чего он начал? Он разве объясняет ему, почему? Он говорит, а где ты был, когда я основание земли закладывал? Другими словами, Бог говорит, а почему ты думаешь, что я есть тот, который должен тебе объяснять, почему это происходит? когда родители воспитывают своих детей и говорят, детям нужно все объяснять, чтобы они понимали. Скажите, когда вы идете с ребенком двухлетним по Уолмарту и он говорит, я мама, я хочу это, я хочу это, я хочу это, вы ему говорите ноу, ноу и ноу, а он говорит, а какой-то, допустим, там посторонний человек со стороны скажет, ноу, вы должны либо ему купить, отдать ему то, что он хочет, либо объяснить ему, почему ему нельзя. Вот попробуйте однолетнему ребенку объяснять, почему ему нельзя вот это кушать, вот это делать и это делать. Большинство родителей придет время, они ему объяснят, но на определенном этапе объяснять не нужно. Друзья мои, Бог нам многие вопросы объяснит в свое время. Но на определенном этапе жизни он просто молчит и мы должны принять его молчание не как игнорирование нас. поймите, это очень большая, важная истина. Когда Бог молчит, это не означает, что Он нас игнорирует. Это означает, что в настоящее время мы не способны понять и услышать то, что Он готов для нас сказать. второй очень важный вопрос, ответ, вернее, на этот вопрос или вопрос, который мы имеем дело. помимо того, что Бог часто и Слово Его молчит, не дает нам ответ на этот вопрос, и мы должны принять Его молчание и, может, порой вместе с Ним помолчать. это Бог многие вещи в нашей жизни оставляет тайной или сокровенным. Помните, книга «Второзаконие», 29 глава, 29 стих. Если у вас есть Библия, откройте эту главу, подчеркните этот стих. я думаю, что он для вас, когда вы будете проходить и задавать вопросы Богу, почему этот стих принесет вам хоть частичное, но утешение в вашу жизнь. Деутерониме, chapter 29, verse 29. Второзаконие, 29, 29. Написано так, сокрытое принадлежит кому? Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Друзья мои, Бог нам все не открывает, есть вещи, которые он оставляет в тайне, в тайне, это его тайна, он не открывает. частично он свои тайны открывал пророкам, почему те или иные вещи происходили и пророки приходили к израильский народ и эти тайны открывали народу израильскому, царям и так далее. Многие вещи Бог оставляет в тайне. То, что я делаю сейчас, помните, Бог говорит Петру, Христос говорит Петру, ты что, не понимаешь и не поймешь, да, но уразумеешь после. Сокровенное, друзья мои, то, что мы не понимаем, где ставим вопрос, Господи, почему отдать это в руки Божьи, Господь, сокровенное принадлежит тебе, а то, что мне открыто, я то принимаю и буду исполнять его как слова закона твоего. It's a mystery that we have deal with. Why does God choose to let the history to take its course? Почему Бог иногда избирает, чтобы история сама свое слово говорила? Почему он не вмешивается? Для нас порой это тайна. Мы не знаем. Вы можете объяснить, почему 6 миллионов евреев во второй мировой войны были уничтожены? Я не знаю. Да, конечно, можно какие-то свои определенные догадки делать, одно, другое, но вы понимаете, насколько это все порой не далеко от того, что Бог имеет в своем плане. А вы можете объяснить мне, почему Бог допустил тысячи, сотни, десятки, может быть, миллионы рабов, которых превращали людей, превращали их почти как в животное, транспортировали по всему миру, и где большинство из них погибало, не достигнув даже другого берега. И почему Бог на это все не реагировал? Почему Он молчал? Почему? Потому что мы хотим сегодня сказать Господь, я не знаю ответы, почему? Потому что я не знаю в конечном итоге все, что является твоим конечным планом и намерением. Ты Отец, ты благ, ты разум, ты знаешь настоящее и будущее, и если ты оставляешь для меня это тайной, я принимаю это как сокровенное в свою жизнь. третий очень момент важный, что мы должны понимать, что когда мы ищем ответ на этот вопрос, что все творение это не только человек, но и весь мир творит, то, что сотворил Бог, ожидает момент, когда оно будет трансформировано или ожидает своего дня преображения. В один прекрасный день мы не будем знать, что такое смерть больше. В один прекрасный день мы не будем знать, что такое болезнь, мы не будем знать, что такое ураганы, что такое стихийные бедствия. В один прекрасный день Мы знаем, что всему этому будет положен конец. Помните, апостол Павел в послании римлянам говорит, что вся природа, она ждет этого дня избавления. Природа вся. Не только мы с вами, но вся природа. Она взывает к Богу и говорит, «Господи, когда это все закончится?» И Бог назначил день избавления того мира, который Он создал от последствия греха, который пришел в этот мир. И не только для человека, но и для всей природы. Почему мы это можем иметь как утешение или обетование Господне? Посмотрите на историю жизни Христа, на Его смерть и воскресение. Потому что я верю в воскресение, я верю в преображение. Что в один день Бог и нам наши смертные тела преобразит и даст нам новое тело. Даст нам абсолютно новое. Почему? Потому что Христос сказал, «Если я умер и воскрес, то я есть воскресение и жизнь, и вы будете жить». Поэтому, когда мы проходим через вопрос «Господь, если Ты с нами, то почему?» Пусть это слово несет в нашу жизнь утешение, что в один день, и мы смотрим на это в будущее, с верой придет день, когда Бог преобразит и мир, и нас, и тела наши, где больше не будет никаких болезней. Это и есть утешение для каждого страждущего сегодня, который ждет операции, который ждет, возможно, родные ждут каких-то новостей, новостей, которых они боятся даже порой. Мне очень понравилась одна фраза, один человек сказал такую фразу, я хотел, чтобы, может, вы даже записали его. «Вера» – это означает видеть или принимать будущее. «Верить в будущее, в то будущее, которое только будет иметь смысл и значение, если мы посмотрим, знаете, в зеркало заднего вида и увидим то, что было 5, 10, 20, 30, 40, 50 лет тому назад. «Faith means believing in advance», то есть я верю в будущее. Но смысл этого будущего я пойму только тогда, когда я посмотрю назад и скажу, вот сейчас для меня это имеет смысл. Помню, когда моему папе было 5 лет, его разлучали с его отцом, органы НКВД в то время. Скажите, для 5-летнего мальчика есть смысл того, что происходит сейчас? Но прошло 30-40 лет, и папа на это же самое событие, смотря с верой вперед, он смотрел на вот это вот зеркало заднего вида, он говорил, «Господи, я так благодарен Тебе за моего отца, который бескомпромиссно отдал свою жизнь ради Иисуса Христа. Многие вещи, they don't make any sense right now, не имеют никакого смысла сегодня. Но пройдет 30-40, может быть, 100-50, 200 лет, и со стороны вечности вы посмотрите назад на всю историю, и вы скажете, «Господи, вот сейчас мне это понятно». Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидим, хотя я сегодня смысла в этом никакого не вижу. Третий очень важный момент, когда мы проходим через подобные вопросы в нашей жизни, «God commissioned us as agents of interaction». Христос говорил ученикам, «Лучше, чтобы я пошел, потому что я, когда пойду, приготовлю место». Окей, сейчас еще раз повторю. «God commissioned us as agents of interaction». Бог поручает нам в эти сложные темные времена быть агентами Его вмешательства в историю человечества. Помните, когда Христос пришел на эту землю, Он был агентом кого? Бога Отца, который вмешался в историю человечества и стал этим светом, хотя людям было абсолютно непонятно, что происходит. Когда Он пошел на крест. И когда Он уходил с земли, Он говорил, «Я принес вам свидетельство о Боге, а теперь Я ухожу, и вы Моими будете свидетелями». То есть, вы будете Моими этими агентами или посланниками, которые будете нести в этот мир то, что Я принес от Отца Своего. Это не ответ на все вопросы. Опознание того, кем Он является, независимости того, что окружает нас. Вы заметите, Христос никогда не объяснил никому, почему Ян Креститель умер в мученической смерти. Он не объяснял, почему столько детей было уничтожено, когда Он родился. Нет ответов. Близкий Его друг, что Он не мог Его защитить, что Он не мог Его из темницы вытащить, да все мог, конечно. Почему Он это оставил? Почему Он дал этому тирану возможность обезглавить его близкого друга и родственника? Ведь мог бы хотя бы одного ангела своего пославить. Бог Христа послал как агента не отвечать на все вот эти вопросы, которые задавали люди, а показать им, кто Он есть. Ты видел меня, Филипп, и ты знаешь меня. Я явил Отца, но не все ответы на все наши вопросы. Потому что, опять-таки, большинство из них нам не понять. Нам не понять любви Твоей, Божией. Ты нам прекрасное небо открыл. И Бог нас посылает в этот мир, чтобы мы могли каким-то образом принести Его свет в эту темноту, в эту безнадежность, в безысходность, но только в маленьком контексте, даже тогда, когда мы не понимаем всего того, что происходит в большом мире, в котором мы находимся. Представьте себе, сегодня вы оказались в церкви на Украине, где идет война, церковь, которая находится очень близко к передовой, где летят бомбы, летят гранаты, летят, летят, падают, люди гибнут. Скажите, как агенты божественной премудрости, о чем мы будем говорить с людьми? мы не знаем всего Божьего плана, мы не знаем, друзья мои, этого. Но как агенты Божьего проведения, Его милости и любви, мы можем к этим людям прийти, да, и сделать то, что сделал Христос, когда пришел в этот мир, в котором он находился. Принести мир, утешение, заботу и попечение. Проблема в том, когда приходим, мы начинаем решать мировые проблемы, которые вообще, которых мы не знаем и еще только порой хуже делаем этим людям после. Помните, что Христос делал своим ученикам, которые сидели за закрытыми дверями после Его воскресения, мир мой даю вам. Они много чего не понимали. Он не пытался им все объяснить. Он им принес в эти закрытые двери то, в чем нуждалась их душа. Это в Божьем мире. Бог нас сегодня среди всех невзгод, страданий, болезней, ураганов, смерти хочет сделать агентами Его воздействия на тот мир, в котором мы с вами находимся. последние две мысли мы будем заканчивать. We can find the meaning in the midst of suffering. Одна из причин, почему происходит то или иное, это побуждать Божья рука, которая побуждает нас найти смысл для нас лично самих, когда мы проходим через те или иные моменты нашего страдания. В чем смысл моего страдания? Почему я страдаю сегодня? Филипс Янси, один из известных авторов христианских, он говорит, что в 2007 году, когда я получил травму, поломал поломал себе позвоночник и парализованный лежал, я задавал Богу вопросы сначала, почему, Господи, а потом он был тем, который, человек, помните, когда написал книгу, который «how to live life doesn't make any sense», то есть «как жить, когда смысла нету вокруг». И он говорит, вот когда я лежал больной на этой доске, который был привязан, и врач собирался мне делать операцию, он мне сказал, шансы есть, что ты живешь последние часы, и он говорит, я лежал на этой доске, и передо мной сразу встали два-три самых важных вопроса в моей жизни. What is the purpose of my life? Какой смысл в моей жизни? Для чего я живу? И второй, самый важный вопрос, он говорит, а готов ли ты к вечности? И находясь в сознании парализованным, говорит, я лежу и задаю себе сам этот вопрос, а для чего ты жил? И готов ли ты к вечности? Он говорит, я еще один вопрос помнил, а есть ли люди, которых ты действительно любишь? И как много ты уделял им время? Он говорит, после этой трагедии в моей жизни, когда я не знал ответов на вопрос почему я для себя извлел самый прекрасный урок, это страдание наполнило мою жизнь настоящим смыслом. Бог достигает смысла в нашей жизни, когда мы проходим через страдания, не понимая, вы помните, что сказал Иов, когда закончились его страдания? я слышал я слышал слухом, а теперь мои глаза видят тебя. Раньше я не видел, не понимал, теперь мои глаза видят тебя. Поэтому я сокрушаюсь и раскаиваюсь. Бог хочет, чтобы мы нашли смысл, проходя или находясь среди страдания, которые постигают нас в нашей жизни. И последнее. Мы с вами, когда встречаемся с подобными ситуациями, мы можем быть теми, которые предложим конкретные практически какие-то действия или поступки для людей, которые проходят в своей жизни через эти мрачные тяжелые времена. Мы можем быть эти люди. Мы можем быть утешением для страждущих. А когда мы начинаем говорить, мы говорим, Господи, я хочу, чтобы это слово было от Тебя, я не хочу сейчас говорить от себя ничего. Я не хочу, чтобы это была моя адженда. Oh, yeah, you have to be healed, you have to do this, you have to... No, just take your theology with you away. Эти три теолога в жизни Иова, они все знали о Боге, но они были жалкими и утешителями. И так Бог желает, чтобы эти трудные, тяжелые минуты мы были теми, которые могли offer real and practical help to those who are in need. И неважно, где эти люди живут, в Украине, в Америке, в России или где бы ни были, люди проходят через мрачные и тяжелые времена лично в своей жизни, в обществе, в церкви могут быть. Помните, Левий пел песню Let my light shine. Пусть мой светильник светит, Господь поможет и подскажет, как этим инструментом благословения быть. И в конце я хочу закончить историей одного человека. Зовут его Виктор Франкл. Виктор Франкл, который пережил во время Второй мировой войны четыре лагеря, концерционных немецких лагеря. Пережил четыре из них, который, пережив все, стал основателем школы психологии, психотерапии. Послушайте, что он сказал в своих воспоминаниях, когда он прошел через эти четыре концлагеря. поиск смысла жизни. Это самая сильная движущая сила. Поиск найти смысл. Это то, что двигает сегодня человеком. в чем смысл. И дальше он говорит Our response to unavoidable suffering и наш ответ на то страдание, которое мы не можем избежать в своей жизни is one of the chief ways of finding that meaning. Еще раз. Наш ответ на страдания, которое мы с вами не можем избежать в своей жизни, является одним из главных путей, каким образом мы сможем найти этот смысл. То есть наша реакция, наш ответ на то, что происходит, когда вокруг темно, когда вокруг шансов нету, веры нету, и нет никакого будущего. Наш ответ на это, когда ты сидишь в контракционном лагере и ждешь изо дня в день своей смерти, ответ на эту ситуацию, что есть один из главных путей, когда мы находим смысл в жизни. послушайте еще буквально несколько фраз его, и мы будем заканчивать. Диспеер отчаяние отчаяние это страдание, которое не имеет смысла. Отчаяние, которое не имеет смысла. Друзья мои, мы все с вами рано или поздно когда-то умрем, и мы должны будем все смотреть смерти в лицо. Но когда мы будем смотреть в последний день нашей жизни, скажите, какое будет наше лицо? Как у Стефана, который говорит, я вижу славу Божию, который меня принимает, сын человеческий встал, чтобы принять меня как мученика. Либо на нашем лице будет полное отчаяние и полное сожаление, депрессия. Он написал, что despair is suffering without meaning. Дальше он написал еще одну фразу, на этом буду заканчивать. Everything can be taken from a man. Все абсолютно можно забрать у человека. Абсолютно всего можно человека лишить. Семьи, дома, здоровья. Человека всего можно лишить. Кроме одного. Это выбора своего отношения к тому, что происходит в настоящий момент в твоей жизни. и это твоя свобода. Наша свобода, ее невозможно лишить, заключается в том, что в этот момент мы выбираем, как мы к этому с вами будем относиться. Вот этого никто отнять не может. Это то, что нашего Господа Иисуса Христа не лишила посвящения идти в Гефсиманский сад и на Голгофу на крест, потому что в его страданиях, в его смерти был смысл. Не для учеников, о Бога Отца. Может быть, то, что вы сегодня проходите в своей жизни не имеет смысла для вас, но если это имеет смысл для Бога, в Которого вы верите, то в вашем страдании есть Божие предназначение. Встречайте мужественно зло, оно добра, не бесполезней, слабея тот, кому везло, а кто боролся, кто страдал, тот стал железней. Встречайте мужественно страдания, трудности. Когда вы видите это в жизни других людей, будьте агентом Божьего света, любви и мира в их жизни. Да благослови нас, Господь! Давайте вместе помолимся.